Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Семьи Святого Духа. Аминь. Вопрос 136. Если мать и отец крещены, и, следовательно, им прощен первородный грех, то почему ребенок наследует грех Адама? Ведь ребенок рождается уже после того, как родители его не имеют этого первородного греха. Как понимать? Ответ Игнатия Лапкина. Логичные вопросы интересны. Действительно, можно зайти в тупик, если размыслить. Что касается рождения в грехах, то оспаривать не приходится. Псалом 50, 7 стих. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Иов 14, глава 4 стих. Кто родится чистым от нечистого? Не один. 1 Коринфянам 7, 14. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Нужно заново родиться и получить рождение от духа и воды. Иоанн, 3 глава, 3 стих. И Иисус сказал ему в ответ, Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Первородный грех по учению церкви прощается, омывается в святом крещении. Но грех этот не на теле, а на душе был. При зачатии же от двух крещенных оба тела, участвовавшие в зачатии смертные, не освобожди, не освобождены от рабства тлению. Зачинается человек не от душ, получивших освобождение от греха в крещении. В этом и есть ошибка вопроса. Премудрость Соломона, 7 глава, 2 стих. И я в утробе матерней образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. По плоти же зачатие дает от двух смертных только смертное подобие. Бытие, 5 глава, 3 стих. Адам жил 130, в скобочках, 230 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему. И нарек ему имя Сиф. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok